Я Владимир Иванович и приветствую вас на своем столярном канале. Немножко лирики. У лукоморья дуб зеленый. Нет, наверное, снимаю дубль два вместе с котом. Так будет интересным. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Это лирическое стихотворение Александра Сергеевича Кушкина подтолкнуло мне на создание необычного лирического столярного изделия с интересным названием «Золотая цепь на вазе той». Я хочу изготовить глубокую тарелку. Сверху на тарелке будет укреплена цепь. Будет красоваться кот ученый. О коте хочется сказать немножко слов. Каким должен быть кот? Кот должен быть злым, как мой шамсик. Видите, какой злой кот. И там должен быть злой кот, сердитый. Должен быть такой пушистый, непутевый хвост, потому что кот это лесное животное. Итак, друзья, смотрим, наблюдаем за новым произведением из дерева. Это новая столярная авторская работа «Золотая цепь на вазе той». Столярные изделия «Золотая цепь» будут состоять из трех основных деталей. Это глубокая тарелка, это цепь, это кот на пьедестале. Покажу процесс изготовления цепи из дерева. Для этого я буду использовать полустершневая бриза. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая получилась цепь из дерева. Красивая. Есть в этом какая-то изюминка. Перехожу к сборке. Все устали, хотят посмотреть на конечный результат. Финишная отделка. Водный акриловый лак. Два слоя. Самое интересное, какой будет код. Злой, злой. Предупреждаю всех. Код очень злой. Для выполнения сегодняшней солярной работы я использовал следующие материалы. Тарелка. Я использовал вяз-карагач. Два куска склеил. И обработал на токарном станке. Подставка под кота. Материал-локация. Хотя, по идее, конечно, надо было найти дуб. Прекрасный, красивый материал. Посмотрите, как смотрится на срезе. Браширование выполнил с помощью простой щетки, которая вставляется в электродрель. Сам код. Липовый. Ненастоящий. Поэтому изготовлен из липы. Вот перед вами доска липы. Для изготовления цепи использовал материал вяз-карагач. Использовал полустержневую фрезу. Энкоровскую. Здесь диаметр 9,6. Поэтому и толщина заготовок соответствует данному размеру 9,6. Изготовил нехитрое приспособление. И с помощью этого приспособления я и нарезал заготовки. Цепь состояла из двух частей. Первоначально установил такой шаблон и прорезал внутреннюю часть на заготовках. Так как здесь размер постоянный, поэтому все заготовки получились постоянного размера. Вот, друзья, я пробовал склеивать. Видите, как получается. Первоначально даже были высокие обороты под гар. Потом обороты уменьшил. Обработал внутреннюю часть. Потом, не меняя положение высоты фрезы, прошел наружную часть. Следующая операция подрезал на ленточке. И получились такие телефонные трубочки. Снова приспособление. Здесь для внутренней части цепи такой выступ. Устанавливаю детали. И с этой стороны фрезой прохожу и делаю полукруг. Обязательно с этой стороны ставлю упор, чтобы вот это приспособление не затащило на фрезу. После детали склеивал при помощи резинок и клея. Потом обработал эти детали с помощью дремеля. Убрал остатки клея, зашлифовал. И в итоге получилась вот такая красивая цепь. Простое решение с помощью полустержневой фрезы. Ну и теперь, друзья, хочу познакомить вас со своей работой. Вот так выглядит готовая столярная работа. Лирическое название. Золотая цепь на вазе той. Глубокая ваза. На вазе цепь. На цепь нанес я небольшие блики золота. За сколько лет золото состарилось. Имеет лишь легкий золотой оттенок. С дубом дорого. Поэтому пришлось кота выгрузить на срез дерева. Это акация, друзья. Брашированная. В центре, конечно, красуется кот. Это злой лесной хищник. Мощные накачал бицепсы. Видите, какие. Конечно, ходить и ходить. Сколько лет. Охранять. Кто за кота не вспоминает. Поэтому он немножко злой. Со злости распушил свой хвост. Еще раз скажу. Это лесное животное. Иногда домашнее животное злое. А здесь лесной охранник. Прямое назначение данной столярной работы для того, чтобы... Здесь я сделаю паузу. И пусть мои зрители прокомментируют. Как вы думаете, для каких целей предназначена эта столярная работа? Где ее можно использовать? Прямое назначение. Так выглядит кошачий герой. Вид сверху напоминает чем-то гнездо. Золотое гнездо. Гнездо с охранником. Сказочным охранником. В начале фильма прозвучала лирика. Хочется на такой доброй ноте закончить сегодняшний фильм. Друзья, оставайтесь добрыми. Пусть золотая цепь не только украшает вашу шею, но дает вам доброту. В общении с друзьями. Задавайте вопросы. Пишите письма. А я традиционно говорю, до новых встреч. Всем доброго. С уважением, Владимир Иванович. И сказочный герой, лесной кот.